Всем добрый день, канал GT-класс, с вами Андрей Щетников. Я хочу сделать свои комментарии по поводу ряда ваших комментариев к ролику мотор на шарикоподшипниках. Хотя мы, рассмотрев три разных объяснения, и утверждали, что по-видимому самым правдоподобным является объяснение, связанное с тепловым расширением. Но в комментариях было много слов о том, что где, наверное, это все-таки явление электромагнитной природы. Сила ампера, наверное, разгоняет шарики, ну или силой Лоренца ее некоторые называют, это неважно. Ну и в общем, я хочу к этим соображениям отнестись достаточно критически. Во-первых, некоторые люди, опять же, таких несколько комментариев, говорили, что это все похоже на рельсотрон. Но я хочу сказать, что на рельсотрон мотор на шарикоподшипниках нисколько не похож. Ну разве что там и там используется электрический ток. Вот я рельсотрон здесь изобразил схематически. Между прочим, у нас о нем есть ролик, и более подробно вы можете в ролике обо всем этом посмотреть. Здесь два рельса, на них подано, ну может быть, постоянное, но в принципе можно и переменное напряжение с таким же успехом подавать. На рельсах, здесь у меня условно лежит такая поперечина. По системе течет электрический ток до места соприкосновения, потом по поперечине, потом обратно по второму рельсу. Этот ток создает магнитное поле. Ну вот магнитное поле, созданное вот этими элементами тока в рельсах, я здесь изобразил синим цветом. Ну и соответственно, есть магнитное поле, которое перпендикулярно перемычке. На нашем чертеже оно будет направлено сверху вниз. Ну и по правилу какой-то там руки возникает сила ампера, которая направлена от источника всегда. Вот от этой скобки, по которой течет электрический ток. Нельзя сделать так, что эта сила будет направлена в другую сторону, если у нас источник находится справа. Ну и эта сила не зависит от скорости. Даже пока рельс лежит на месте, эта сила возникает, она его начинает разгонять. А в нашей ситуации с подшипником все было не так. Так, подшипник, когда мы пропустили по нему электрический ток, стоял неподвижно, а потом мы его подталкиваем в какую-нибудь сторону. И он в ту же сторону начинает разгоняться. По часовой стрелке и разгоняется по часовой стрелке. Толкнули против часовой стрелки, он разгоняется все быстрее и быстрее против часовой стрелки. Но в случае рельсотрона, казалось бы, было бы возможно, чтобы туда разгонялась перемычка. Ничего подобного. Но дело в том, что вообще рамка с током всегда стремится, так сказать, расшириться. И никогда не стремится схлопнуться. Сама рамка там или петля. Вот. Наверное, это первая часть моего утверждения. Так что на рельсотрон, еще раз хочу сказать, не похоже. Кто со мной не согласен, посмотрите про рельсотрон еще раз ролик. И сравните с тем, что происходит в подшипнике. Подумайте об этом еще немножко. Вот. Теперь другие соображения. Соображения, которые я уже высказывал в основном ролике. Вот экспериментально, как у нас зависит частота вращения от времени, после того, как мы подтолкнули. Ну, с какой-то небольшой частотой он пошел. Частота сначала растет пропорционально времени, а потом выходит на некоторый постоянный предел. Если бы это явление было электромагнитной природы, то уж во всяком случае момент разгоняющий был бы пропорционален скорости движения шариков. Пока шарики стоят, никакого момента нет, ну так сказать, нет причин двигать ему вправо или влево. Как пьясный из вот этих соображений с разгоном в ту и другую сторону. Так что это означает, что при малых частотах разгоняющий момент был бы мал. Ну и разгон, даже после того, как мы преодолели силу трения, он бы происходил как-то вот так. А вовсе не так, что частота растет пропорционально времени. Это характерное поведение для постоянного момента в этой области. Ну и дальше есть еще один вопрос. Если это явление электромагнитной природы, то с чего у нас выходит на, так сказать, постоянную частоту? Ну некоторые могут сказать, это как в обычном электродвигателе. Он же тоже выходит на холостом ходу на какую-то частоту. Потому что, значит, в электродвигателе наводится противоэдэс. И когда она сравнивается с ЭДС, ну или там разность их создает такой ток, что его достаточно, чтобы преодолевать момент сил трения. Ну вот тогда, значит, у нас и есть установившаяся частота. Но если бы в этой системе наводилось значительное существенное противоэдэс, то полное ЭДС в цепи, которое есть ЭДС источника, минус это противоэдэс, уменьшалось бы с набором оборотов. А соответственно падала бы и сила тока в цепи. Но, опять же, как было кем-то верно замечено из комментаторов, это устройство удивительно тем, что мотор разгоняется, а сила тока не падает, остается практически постоянной. Значит, соображения с противоэдэс сюда тоже никак не подходят. Ну и в общем в этом месте мы разводим руками, говорим, ну может быть я не все там понимаю в этих теоретических статьях, где авторы утверждают, что это явление электромагнитной природы. Ну, во всяком случае, у меня есть такие принципиальные возражения против этого предположения. Я эти два принципиальных предположения сейчас высказал. Ну, по поводу электромагнитных дел у меня, наверное, все, хватит. Ну, и в общем, спасибо вам за внимание, за то, что вы меня выслушали. А еще я хочу сказать, уже так сказать, бонусом, что Игорь Белецкий выложил очень интересный ролик на днях по поводу электростатики. И если кто его не видел, посмотрите его, пожалуйста, потому как это требует, как я считаю, ответа от нашей команды. И мы с Алексеем собираемся в ближайшее время этим вопросом заняться и свое объяснение того, что там в ролике наблюдается, выложить. Так что ждите и такого ролика тоже. Спасибо вам за внимание.